Сейчас, иншаллах, мы прочтем Рукио. Если во время чтения или после чтения вы почувствуете то, что не было у вас до чтения, это сердцебиение, дрожание, головные боли, дышать тяжело, вы можете к нам писать, мы, иншаллах, ответим на ваши вопросы. Басмалайи рахману рахим, альхамду лиллах, ас-салату ас-саламу аля Расулли Ллах, уважаемые братья и сестры, сегодня хочу рассказать о Рукио. И в конце, иншаллах, мы прочтем Рукио тоже. Действительно, в наше время очень сильно распространились духовные болезни. Врачи оказались бессильны. Найти действенное лечение от духовных, то есть душевных болезней не нашли. Бессильны. И несчастье увеличилось. От безвыходности и растерянности больные начали искать исцеление от своих болезней, выезжая в разные города, даже страны. Начали ходить всякого рода колдунам, магам в надежде на какую-то помощь. При этом люди совершенно забыли, что Всевышний Аллах, аз-за-ваджал, является как дающей болезнь, так и исцеляющей от них. Все исходит от Всевышнего Аллаха. Исцеление для людей является священный Коран. Коран является, уважаемые братья и сестры, самым благодатным и дозволенным лекарством от наших болезней и руководством к исцелению. Самые достойные, самые исцеляющие лекарства для людей находятся в бесценном книге Всевышнего Аллаха, это Коран. Исцеление пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это является для нас самым верным и истинным руководством к исцелению, следуя которого никто не ошибется и не будет сожалеть. Рукия, это чтение аятов Всевышнего Корана. Всевышний Аллах сказал в Коране «Ва нуназзилу мина л-кур'ани ма хуа шифау ва рахматул лил му'менин». Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих. Или чтение молитв, которые передали от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и ее от подвижников и праведников, либо посредством любой мольбы, которая не имеет противоречия шариата. Можно прочитать. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Поистине Всевышний Аллах не спасал ни одну болезнь, кроме как не спасал для него лечения, так лечитесь же». Однажды группа с подвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, были в путешествии. И проходила мимо одной поселения арабов, то есть арабский район. Они попросили к ним гостей, но они отказались им, не приняли их. То есть им никто не оказал гостеприимства. Вдруг пронеслась весть о том, что глава этого района ужалила скорпион. Перепробовав все возможные средства и не получив результата, местные жители решили обратиться к этим гостям с просьбой о помощи. Ответ на это один из подвижников воскнигал «Да, клянусь Аллахом, мы можем увеличить его, читав рукию. Однако мы просили у вас принять нас, а вы отказались. Я не буду читать рукию вашего главу, пока мы не договоримся о вознаграждении, которое получим». Договорились они о стадии баранов. Один из подвижников пророка салли Аллаху алейхи вассалям отправился к главе и читал ссору Аль-Фатиха. Дуя и сплювивая на место укуса, он читал некоторых версиях три раза, некоторых больше. То есть он прочитал, и после каждого чтения он поплевывал на это место, место, где укусы. Довольно быстро этот человек пришел к себе. Состояние его стало подобно тому, как будто он освободился от оков. Он встал и пошел, не ощущая боли. С подвижникам было передано все, о чем они договорились, то есть они получили свою долю. Кто-то из подвижников сказал «Давайте поделимся». Тот, кто читал руку, ответил «Нет». Давайте сначала подойдем к пророку салли Аллаху алейхи вассалям, расскажем обо всем и посмотрим, что он повелит, что он скажет. Когда пришли к пророку Мухаммаду салли Аллаху алейхи вассалям и рассказали ему обо всем, посланник Всевышнего Аллаха спросил у читающего ссору Аль-Фатиха в качестве руку, «Откуда ты узнал, что эта ссора Фатиха является рукой?» Затем воскликнул, он сказал, «Ты прав, ты поступил правильно, поделите стадо между собой и дайте мне счастье, то есть меня тоже не забудьте». После этого посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям улыбнулся. Это хадис является додом, что чтением Корана, в том числе с рот в Аль-Фатиха, можно избавиться и лечиться от многих болезней душевных и телесных. Какие же болезни духовных основном могут лечить чтением руки? Это головные боли, тошнота у души, стеснение груди, нехватка воздуха, желание покинуть дом, уйти от своего мужа, жены, детей, семьи, безпричинная нервно-психическая возбудимость, истерика, повышенная невнимательность, лень, апатия, онемение, потеря сознания, памяти, невнимательность, забывчивость, депрессия, безпричинный смех, безпричинный груст, слезы, испуг, ощущение слежки за тобой, чувство, как будто кто-то сзади ходит, бессонница или наоборот, постоянная нехватка сна, сколько бы не спал, хочется еще спать. Сни могут быть страшными, беспокойными или снятся змеи, кошки, собаки, покойники, кровь, могила и так далее, зрительные или слуховые галлюцинации, и все виды и формы колдовства сихр, сглаз, одержимосты джинами, бесплодие, зависть, порча и так далее, то есть от многих духовных и телесных болезней можно читать Рукию, Коран. Ученые единогласны в том, что необходимо три условия для лечения духовных болезней. Первый, это то, что мы читаем, должно быть каламом, то есть словом Всевышнего Аллаха, то есть Кораном, или именами Всевышнего Аллаха, или сифатами, атрибутами Его. Оно должно быть на арабском языке, или на языке понятном. Читающий и слушающий, то есть лечащий и тот, кого лечат, должен быть убежден в том, что всякое лечение, любое воздействие на человека возможно только с помощью Всевышнего Аллаха. В их сердцах должна быть полная уверенность в том, что лечение может происходить только по воле Всевышнего Аллаха, и нечто другое. Лечение другим способом, недозволенным методами, то есть запрещено в шариате. Сейчас, иншалла, мы прочтем Рукию. Если во время чтения или после чтения вы почувствуете то, что не было у вас до чтения, это сердцебиение, дрожание, головные боли, сейчас тяжело, вы можете к нам писать, мы, иншалла, ответим на ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Абонирады. Субтитры делал DimaTorzok 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 فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ويشف سدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في السدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بك لمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين